А я купил биткоин. Ты же не инвестировал больше, чем можешь позволить себе потерять? Не инвестировал же, да? На этом всё, подписывайся на канал. Ладно, шучу, не всё так просто. Нужен же контент. Поэтому сегодня поговорим о чём-то странном, что происходит с биткоином, о перемене того негативного нарратива вокруг него, который строится уже несколько месяцев, на котором, очевидно, скоро приходит конец, и о новостях из Евросоюза, который решил поспорить с Китаем, кто круче. На самом деле, то, что делает Евросоюз, как бы намекает нам на то, что будет происходить с криптопространством до 2024-го. Начнём с индекса страха и жадности для криптовалютного рынка. С мая 2021-го мы никак не можем выйти из режима экстремального страха, и, по-моему, это седьмой такой период с 2018-го. И когда такие периоды заканчивались, а они рано или поздно заканчиваются, всегда начиналось восстановление рынка. За эти три месяца мы уже четыре раза побывали на отметках самого большого страха на рынке. Это 24-го мая, 30-го мая, 22-го июня и, наконец-таки, 21-го июля. С жёлтыми стрелочками я обозначил эти моменты на графике биткоина. И что интересно, именно в эти моменты, когда страх был максимальным, цена биткоина рисовала зелёные свечи, которые росли на приблизительно 15,6%. Возможно, мы увидим похожее восстановление и сейчас. Кстати, день уже начался с зелёной свечой. Если это так, то цена биткоина может восстановиться до 34 тысяч долларов. А это гугл-тренды и популярность запроса биткоина по всему миру за последние 5 лет. Интересно то, что даже вот здесь, на пике рынка 2021 года, когда биткоин достигал 64 тысяч долларов, интерес к биткоину в гугл-трендах не достиг уровней 2017-го. Представляешь? Этот момент наталкивает меня на мысли, что на самом деле никакого пика мы ещё не достигали. А значит, гипотеза с двойной вершиной, как в 2013 году, всё ещё имеет место быть. Этим графиком поделился Рауль Паль в своём твиттере. Но на самом деле он из отчёта Goldman Sachs, согласно которому они оценивают криптовалюты на основании сетевого эффекта. Так называемого закона Медкалфа. Если кто забыл, то закон Медкалфа гласит, что сеть сильнее и быстрее, чем больше в ней соединений между контактами. Именно так Медкалфи рассчитывал сеть на примере прироста телефонных абонентов. Но это не столь важно, важно то, что мы видим на этой диаграмме. А мы видим то, какая криптовалютная сеть на основании закона Медкалфа растёт быстрее всего. И это, как ни странно, эфириум, а на втором месте XRP. И биткоин же прирастает на третьем месте. Закон Медкалфа и падение стоимости денег – это два краеугольных камня анализа Рауля Паля. Что это значит простыми словами? Это означает, что эфириум, рипл и биткоин потенциально могут выстрелить. Об этом говорит эта диаграмма. Ведь мы наблюдаем падение цен криптовалют на фоне невероятной динамики прироста их сетей. Что, конечно же, выглядит чем-то нелогичным, диссонансом, что ли. А теперь я хочу поговорить о странных вещах, которые происходят с крупными деньгами и биткоином. Несмотря на такой рекордный ужас и страх на рынке, Rothschild Investment Corp. увеличил свои накопления в биткоине почти на 300% с апреля 2021 года. Как раз с апреля, ребята, и началось падение биткоина. Выходит, компания выкупала все это падение. Покупала она с помощью Grayscale Bitcoin Trust. И мы видим, что увеличение их инвестиций в биткоин составляет 268,76% с апреля этого года. Если что, под управлением Rothschild Investment находится 486 активов на сумму 1,3 миллиарда долларов. Интересно, зачем такой огромной инвестиционной компании выкупать падение биткоина в атмосфере экстремального страха? Навряд ли они покупают, думая, что биткоин больше никогда не будет стоить 60 тысяч долларов. Похоже, они уверены в том, что он будет стоить и больше. Арк Инвест и Кэти Вут, о которых мы уже знаем, также выкупают вчерашнее падение с помощью Grayscale Bitcoin Trust. Они купили 300 тысяч GBTC на сумму 8 миллионов долларов. Это где-то 260 биткоинов. Не столь много для институционального покупателя, но дело в том, что Арк Инвест до сих пор остается покупателем биткоина. Даже несмотря на все произошедшее с биткоином за последнее время. Это вдохновляет меня держать свои монеты и дальше. Вспоминаем, что Grayscale продает GBTC со скидкой 11-13%. Об этом мы уже говорили вчера. Кроме того, у них как раз были разблокировки GBTC. Так что Кэти Вут молодец. Она выкупила около 260 биткоинов ниже рыночной цены на 11-13%. Грубо говоря, они обошлись и приблизительно в 25-26 тысяч долларов. А Арк Инвест точно не будет слишком опечален падением биткоина до этих отметок. А значит, мы все же можем потенциально увидеть эти отметки для биткоина. Теперь я хочу показать тебе график от Jamie3, которым он поделился у себя в Твиттере. Он отображает соотношение предложения монет на кошельках холдеров с балансами от 0 до 10 биткоинов и с балансом больше 100 биткоинов. Интересно то, что во время этого падения накопление монет среднесрочными мелкими инвесторами становится просто параболическим. Вот цена падает и вот что происходит с накоплением монет. Параболический рост. Но и Киты тоже не отстают. Вот так растет количество монет на кошельках с балансом от 1 до 10 тысяч биткоинов. Растет этот баланс 17 мая этого года. При этом обрати внимание, что на пиковых ценах биткоина вот здесь они наоборот избавлялись от своих биткоинов. А значит в свое время эти пиковые цены биткоина 50, 60, 65 тысяч долларов просто обязаны стать новыми уровнями сопротивления для цены биткоина, которая к ним вернется. Когда это произойдет сложно сказать, но самое главное, что мы говорим не если это произойдет, а когда это произойдет. А этот индикатор показывает, сколько монет биткоина не двигается со счетов длительное время. С начала июля он зазеленел, что означает, что инвесторы возвращаются к тому, чтобы не сливать, а накапливать биткоины. Тоже очень хороший сигнал. Кстати, перед этим длительное время инвесторы как раз таки избавлялись от своих монет. Кроме этого, ребята, в сами криптовалютные биржи начинают стекаться большие деньги. Так, вчера в криптовалютную биржу FTX было привлечено 900 миллионов долларов от 60 различных инвесторов. Зачем вкладывать такие огромные деньги в криптоиндустрию, не будучи уверенным в том, что она уже никуда не денется? И я уверен, криптовалюты уже никуда не денутся. Они здесь не только чтобы остаться, но и развиться во что-то, изменяющее мир навсегда. Кстати, насчет мира. Мир уже несколько месяцев строит крайне негативный нарратив вокруг биткоина и криптовалюты. Но сейчас, медленно, но уверенно, мы можем наблюдать разворот этого нарратива. От «нет спроса на биткоин», по словам Блэк Рока, и «биткоин – это нежизнеспособный актив» от Голлман Закса, до того, что JP Morgan уже признал биткоин новым классом активов. Когда этот разворот нарратива будет полностью готов, мы увидим кнопку, нажатие которой выпустит быков на рынок биткоина. Это тоже рано или поздно будет. Два месяца нам твердили, что майнинг биткоина убивает экологию, но уже вчера выходит эта статья на CNBC, что добыча главной криптовалюты и близко не столь ужасна для окружающей среды, какой она была в прошлом. «Ребята, вы видите это?» – восклицает Ларк Дэвис у себя в Твиттере. Сначала JP Morgan говорит, что биткоин – это популярный актив для инвестиций, а теперь CNBC говорит, что майнинг биткоина становится все более безопасным для экологии. Средства массовой информации могут очень быстро переобуться. Да, действительно, это просто игра, которая разыгрывается перед нашими глазами. Ее суть в том, как побыстрее залезть к тебе в карман, вытащить оттуда все твои криптонакопления и переложить их в свой карман. Имея такое множество ресурсов и возможностей, они могут играть в такую игру очень успешно. При этом они играют не только с биткоином, с облигациями, акциями, недвижимостью, золотом и так далее. Они собаку съели на этом, а новички, которые пришли в криптовалюту, являются для них легчайшей жертвой. То, что называется изи-мани. Но знаешь, что интересно? Что вот эта смена нарратива, которая назревает, происходит накануне конференции BeWord, которая будет проходить сегодня. Это очень-очень странно. Даже интересно уже, что будет на этой конференции. А теперь я хочу перейти к негативу. Да, он тоже есть. Вчера перед сном я увидел, что происходит в Евросоюзе и сразу понял, что я хочу рассказать об этом на своем канале. Скорее всего, это не просто новость, это то, что будет происходить в мире в ближайшие три года. Когда будут вовсю работать официальные цифровые валюты, негосударственные криптовалюты будут угрозой. Поэтому Еврокомиссия вчера анонсировала широкомасштабное подавление криптоиндустрии. Звучит очень страшно. Основной целью являются анонимные криптокошельки, которые к 2024-му собираются полностью запретить. Европейская комиссия подтвердила, что регулирование криптокошельков и транзакций с криптовалютами станет более строгим. Предполагается, что комиссия будет проводить чуть ли не жесткие репрессии, в том числе и против биткоина. Для этого она даже создаст новый орган, который будет специализироваться конкретно на этой задаче. Согласно документу, комиссия предложила обязывать компании, которые способствуют передаче биткоинов и других криптовалют, собирать различные личные данные отправителей и получателей этих криптовалют. Вот что пишет комиссар по финансовым услугам, финансовой стабильности и рынкам капитала Мэйрит МакГиннес у себя в Твиттере. Криптовалюта – это один из новейших способов отмывания денег. Наши правила теперь будут применяться ко всему криптосектору. Мы запретим анонимные криптокошельки и сделаем так, чтобы переводы и транзакции криптоактивов можно было отследить. Люди немного не так поняли эту ситуацию, завалив весь Твиттер сообщениями о том, что ЕС запретит биткоин. Они пока что не собираются запрещать биткоин. Для всех, кому это нужно услышать, Евросоюз не запрещает кошельки биткоина. Они пытаются подчинить его своим правилам. Например, на транзакцию больше 1000 долларов обяжут ставить имя получателя и отправителя, как вариант. Кстати, если это будет так, то почему бы большие суммы не отправлять частями? Например, по 999 долларов. И тогда все эти правила и запреты вообще не имеют смысла. Тем не менее, Евросоюз дал нам четкое понимание того, куда будет двигаться официальное правительство, если речь идет о криптовалюте. Теперь уже точно все, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайся на канал, ставь лайк, комментируй, делись видео с друзьями. Обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!